Добрый вечер, в эфире программа в центре внимания. Сегодня у нас в студии необычный, очень редкий гость в силу специфики своей работы. Начальник уголовной исполнительной инспекции УФСИ на России по Архангельской области Екатерина Мазур ответит на мои вопросы. Екатерина Андреевна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, какие наказания, не связанные с лишением свободы, сегодня применяются в уголовной исполнительной системе? В зависимости от характера преступления, степени тяжести его, от личности осужденного, то есть кодексом это все определено, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Это какие наказания? Это исправительные работы, обязательные работы, это ограничение свободы, это лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности. Это как наказание и меры уголовно-правового характера, как мы их называем. То есть это условное осуждение с испытательным сроком, установленным судом в отношении лиц, санкция которых предусматривает за преступление лишения свободы. Это отсрочка беременным женщинам, женщинам, имеющих детей до 14 лет и мужчинам, которые единственные являются воспитателями своих детей. И также вот совсем новая, можно сказать, такая мера, это отсрочка лицам, признанными больными наркоманией. Ну и мы еще одну исполняем такую меру пресечения процессуальную в отношении подозреваемых и обвиняемых в виде домашнего ареста. Кто осуществляет контроль за такими осужденными? Вы достаточно много категорий перечислили. Очень много категорий мы исполняем наказаний, да. Кодексом предусмотрено уголовно-исполнительным, что такими видами наказания контроль и надзор осуществляют специализированные государственные органы. Это уголовно-исполнительная инспекция. То есть начальник которой вы являетесь? Да. Ну если говорить про Архангельскую область, то в составе уголовно-исполнительной инспекции области входит 30 филиалов. То есть в каждом административном образовании существует наш филиал. И один филиал — это Нинецкий автономный округ. Если так, по-человечески это сложная служба? Это служба очень сложная и ошибочное мнение многих людей, которые считают, что это как бы бумажная работа, потому что цель наша — это осужденный, исправление его, предупреждение повторных преступлений. Это очень большой комплекс мероприятий, которые мы проводим. То есть вы занимаетесь и профилактикой, и работой с ними. Вот в чем состоит именно, что называется, соль вашей работы? Соль работы, основная наша задача — это, конечно, исполнение приговора, исполнение любого судебного решения. Но и вот концепция у нас определено, что основная задача — это оптимизация социальной помощи осужденным, воспитательная работа, профилактическая работа. То есть целый комплекс мероприятий. Не только так, что мы получили приговорное исполнение и те ограничения, которые судом установлены. То есть это работа только этого установления? Каждому виду наказания есть свой порядок исполнения наказания, условия. Помимо всего этого, одна цель для всех осужденных — это, конечно, даже если мы одному осужденному поможем, это уже плюс в нашей работе. Насколько велико число осужденных, которым применяются меры, которые вы перечислили, это меры, которые альтернативные лишению свободы? Альтернативные. Дело в том, что если брать, давайте возьмем даже два последних года, наблюдается такая тенденция незначительного снижения осужденных состоящих у нас на учете. Вот если на сегодняшний день говорить, то у нас по учетам за 11 месяцев прошло где-то порядка 8600 осужденных. Это много или мало, чтобы вот так нам понять? Ну, если брать в сравнении 10 лет, то это где-то у нас тогда состояло на учете в 2010 году, где-то в 2015, ой, в 2015 году было 14 тысяч. То есть почти двукратное сокращение? Да, но это связано с чем? Если говорить по видам наказания, во-первых, наблюдается тенденция к увеличению таких наказаний, как исправительные работы, и прежде всего это связано с политикой государства, конечно. То есть забота о детях, забота о материальном их благе, и исправительные работы назначаются в основном своей массе, это лицам, которые такие злостные, не уплательщики алиментов. Вот основная масса, процентов 80 таких осужденных. Кроме того, увеличивается у нас количество осужденных к ограничению свободы, считается это новым видом наказания. Это одно из последних таких наказаний, которое введено нашим государством для осужденных, которые совершили преступление небольшой и средней тяжести. Есть, конечно, свои ограничения, и так как это небольшой срок мы исполняем эти наказания, вот мы два года, то, конечно, суды чаще стали применять, где-то вот за два года у нас примерно в два раза выросло количество таких осужденных. Нельзя сказать, что, конечно, криминальная обстановка у нас в области совсем благополучна, но вот я считаю, что это чисто вот гуманизация нашего общества приводит к тому, что людям, которые не очень правопослушны, дает государство все шансы для того, чтобы исправиться, чтобы не пойти в места лишения свободы. Сейчас широко используется институт примирения на любых стадиях рассмотрения дела. Кроме того, в 2013 году амнистия была, в этом году амнистия тоже часть осужденных ушла по амнистии. — Вот эта практика общественно-полезного труда, она является мерой эффективной? Вот вы ощущаете, как люди меняются, может быть? Или это... — Ну, общественно-полезный труд, если говорить о наказании, то это обязательные работы. Наказание в виде обязательных работ заключается именно в общественно-полезном труде. Это бесплатные работы на благо общества, как мы говорим. Суть этого наказания заключается в том, что осужденный свободный от работы в свое время или учебы отбывает вот этот вид наказания. Мы так говорим, что это самый мобильный вид наказания, потому что он исчисляется не в годах, он исчисляется в часах, может быть назначено от 60 часов до 480 часов. То есть если осужденный свободный от работы время или если неработающий может отбывать 4 часа в день, то достаточно быстро, без нарушений, если достаточно быстро, это вид наказания отбывает. — Вот в прессе активно обсуждалась практика введения так называемых электронных браслетов. Что это за устройства? В каких случаях они применяются? — Если говорить электронный браслет, он сам по себе это просто в виде часов. Браслет электронный, как часы, только носится на лодыжке. Если говорить про браслет, то это целый комплекс. Это называется система электронного мониторинга подконтрольных лиц. Довольно такая сложная проблема система. Мы ее, конечно, уже изучили. Сотрудники наши очень легко владеют этой системой. Заключается она в чем? Разделяются два вида персональных средств надзора. Это мобильные контрольные устройства, само слово говорит, мобильные — это в виде телефона, ну такого большого, да, объемного корпуса. И стационарные контрольные устройства в виде телефона, обычного телефона. Вот. И вот по всем тем связям, глонасс, спутниковых, ведется наблюдение. — То есть вы можете отслеживать, где находится человек, да? — Мы можем отслеживать осужденного. Применяются средства этого надзора за осужденными к ограничению свободы и за подозреваемые обвиняемые, у которых выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Очень эффективное применение средств этих надзора. Почему? Потому что, например, если брать такой вид наказания, как ограничение свободы, то одним из обязательных ограничений, которые суд назначает, это запрет на покидание определенной территории муниципального образования. Когда мы вот не пользовались браслетами, очень трудно было отследить территорию. Вот. Или ночные ограничения, так называемые, когда осужденному запрещено выходить из своего, покидать свое место жизни в определенные ночные часы. То есть без электронных средств надзора, конечно, очень тяжело было бы нам отслеживать. Сейчас эти нарушения отслеживаются. Осужденные по-разному относятся. — Вот такой чисто русский вопрос — сломать не пытаются, снять, может быть? — Пытаются. Мы объясняем при постановке на учет и при применении этих средств. Есть определенная процедура. Разъясняются осужденному, памятка выдаются. Мы разъясняем осужденному, что согласно гражданскому кодексу осужденный несет полностью материальную ответственность за утерю или за поломку оборудования. У нас уже были прецеденты. В прошлом году у нас два гражданских иска были удовлетворены. И в этом году тоже. Оборудование довольно дорогое. Мы это осужденным объясняем. — То есть ломать себе дороже? — Тем не менее, да. Такие случаи есть. — А если вернуться к практике общественно-полезного труда, на каких предприятиях региона могут быть устроены осужденные? И есть ли такая практика? — Если говорить про обязательные работы, как общественно-полезные работы, то, конечно, это видное наказание заключается в выполнении общественно-полезных работ. Они неоплачиваемые, эти работы, то есть бесплатно. В данном случае, если говорить об эффективности, то мне бы хотелось отметить, что органы местного самоуправления должны определять виды и объекты этих работ. — Да. И в тех муниципальных образованиях, где должным образом эта работа организована, то это, безусловно, большая польза от этих работ, потому что заключается в чем общественная работа? — Это уборка улиц от снега или от листвы, это придомовые территории, то есть все муниципальные службы, которые обеспечивают у нас чистоту в городе, и штат получает деньги за это, то правильно организованная работа позволяет сэкономить некоторые средства. — А на какие-то сложные, квалифицированные участки работ направляются такие люди? — Нет, такие люди не направляются на общественно-полезные работы, есть еще и административные наказания, и широко сейчас применяются общественные работы центром занятости, но неоплачиваемые. Но суть их в том, что это неквалифицированный труд. — Давайте поговорим о нарушителях подростков, как выстраивается работа с ними, все-таки это непростая категория. — Категория непростая, и как вот я сказала, что общая численность у нас немножко сокращается, то численность несовершеннолетних подростков, которые у нас состоят на учете, тоже снижается. Я помню, когда нам их передавали с Министерства внутренних дел, у нас на учете состояло 1200 таких подростков. Сейчас у нас по учету прошло 600. — За год, да? — Да, в среднем за год проходит. Сейчас на учете состоит 68 детей. Казалось бы, что небольшая категория. — И тем не менее, да? — И тем не менее, дети трудные, конечно. 64 подростка у нас ушло по амнистии. Конечно, с учетом подростковой категории, с учетом стратегии дружеского отношения к детям, принято в 2012 году постановлением правительства. К детям государство поворачивается лицом, и судебная система на то направлена. В уголовном кодексе целая статья, целый раздел посвящен детям. Но тем не менее, нельзя еще, наверное, говорить о том, что криминогенная ситуация в подростковой среде благополучная. Дети, которые пришли у нас сейчас на учет, отличаются характером совершенных преступлений, тяжестью преступлений. Очень беспокоит тот факт, что у нас дети состоят наркоманы на учете появились. Если говорить об общей среде, то наблюдается значительное увеличение категории лиц, которые совершили преступление в сфере незаконного оборота наркотиками, и детская преступность тоже в этом плане растет. Какие специалисты с подростками работают? Это психологи или в вашей службе как кто-то стоит? Надо сказать, что если сравнивать, я говорю, 8600 осужденных у нас проходит по учетам. Штат уголовно-исполнительной инспекции, исполняющий наказание, составляет 117 единиц аттестованных сотрудников. В принципе, это нагрузка большая. Каждый день у нас сотрудник осуществляет контроль или надзор примерно за 50 лицами. То есть это довольно большая нагрузка. Наши сотрудники имеют в основном образование юридическое, но кроме того, приветствуется педагогическое образование, социальные работники, психологи. Специально такого деления, что это или психологи, или педагоги работают, нет. Потому что наши сотрудники осуществляют контроль и надзор за лицами, осуществляют профилактическую работу. В целом категория не делится на взрослые населения и детское. Но у нас есть отделение психологического обеспечения в учреждении, которое оказывает отдельную помощь этим подросткам. Кроме того, мы взаимодействуем с реабилитационными центрами. У нас подписано соглашение о работе и взаимодействии с 8 реабилитационными центрами в области. Довольно ощутимую помощь они оказывают. Раз уж зашел разговор о функционале службы, то хочу спросить, с кем вы сотрудничаете? Общественной организацией может быть? Насколько серьезно выстроена работа в этом плане? Если сказать, что сотрудник уголовной исполнительной инспекции сам проводит всю работу, то это значит, что результата, конечно, не будет никакого. Безусловно, мы работаем в большом взаимодействии и с правоохранительными органами. Мы работаем с органами гражданского общества. А если говорить про общественные организации, если это не коммерческие организации, то, конечно, хотелось бы от лица этих общественных организаций иметь больше, чтобы внимание выделяли такой категории осужденной. Это же лица, не то что сказать, что бывают оступившиеся, бывают первые совершенные. Небольшая часть являются таких криминогенно направленных. Лица, которым надо помочь определенным. Чтобы не допустить рецидива. Чтобы не допустить, да. И в этом плане, в основном, конечно, проявляем инициативу мы. Вот если взять город Северодвинс, то по инициативе наших сотрудников была создана некоммерческая организация доверия, на базе которой и программы «Импульс» была подготовлена, фонд поддержки детей выиграли, надо сказать, конкурс, получили большой грант. Ощутимая работа, потому что в рамках этого проекта, что в Северодвинске мы проводим, прослеживается система оказания такой помощи не только по исполнению наказаний, а подготовлен как бы уже маленькая служба пробации. То есть комплексно оказывают социальные педагоги, социальные работники именно ту работу, которую нам иногда не хватает времени провести. Эту практику можно распространить на другие муниципальные образования? Безусловно, ее можно распространить, конечно, потому что вот нам, как учреждению, юридическому лицу, мы по всем правилам и условиям не можем сами разрабатывать программы, то есть финансировать их и так далее. То есть мы ищем общественные организации, которым мы предлагаем, в каком направлении можно работать. Сейчас мы работаем с Котласом. Возможно, вот в 2015 году еще в Котласе общественная организация заинтересовала нашу категорию лиц и будут оказывать помощь именно вот нашей категории осужденных. Мы с вами встречаемся в преддверии Нового года. И, конечно же, хочу спросить, если оглянуться назад, каким был для вас уходящий 2014 для вас, для вашей службы? — Безусловно, если говорить о каких результатах, мы, конечно, итоги сейчас подводим. И надеемся, что итоги будут неплохие. У нас не допущено роста совершения повторных преступлений. Большей части наших подопечных мы оказывали помощь в решении социальных проблем. Есть определенные успехи и в трудоустройстве, и в том, что у нас меньше было правонарушителей, которые по решению суда за нарушение порядка были отправлены. Вот эти итоги будут подведены. А что касается службы в общем, мы же все-таки юридическое лицо. Хотела бы отметить то, что в четырех филиалах мы установили вот именно эту систему электронного мониторинга подконтрольных лиц. Мы построили здание для филиала Холмогорского района. Много успехов есть. У нас сотрудники и женились, и замуж выходили, и детей рожали. — Все замечательно, да? — Да, пользуясь моментом, конечно. Хотела бы поблагодарить всех членов семьи, потому что работа, вот я сказала, очень насыщенная. Трудно иногда и выходные, и вечернее время работают. И семьи, конечно, понимают. И спасибо им за это. И с Новым годом! — На мой взгляд, главный итог вашей работы — это чтобы люди не повторяли рецидивы, чтобы тот, кто оступился и действительно понял, чем это может грозить, не встал, что называется, на скульскую дорожку. — Вот это вот наша задача в следующем году. Мы думаем, что мы достигнем больших успехов. И, конечно, цель будет достигнута именно исправления осужденных. Не допущение совершения повторных преступлений. И, конечно, чтобы они вернулись в общество полноценными гражданами. — Спасибо, что пришли к нам на открытый разговор. — Спасибо. Начальник уголовной исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области Екатерина Мазур была сегодня в центре внимания. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова